Хочешь интересно провести время и выиграть подарки? Тогда смотри семейный квиз 7 на 9 прямо сейчас. Добрый вечер, дорогие телезрители! Всем привет! В это сложно поверить, но в этот раз квиз 7 на 9 выходит прямо посредине рабочей недели. И мы уверены, что вы уже устали и готовы отдохнуть вместе с нами. Поэтому начнем через 3, 2, 1, поехали! Добрая традиция каждый четверг включать телевизор на Девятка ТВ и смотреть семейный квиз 7 на 9. Ваша семья против нашей семьи в интеллектуальном поединке пытается выиграть у нас классные призы. Все, что вам нужно, это устроиться поудобнее, обложиться всеми гаджетами, которые есть в доме. Берите планшеты, ноутбуки, телефоны, заходите в нашу официальную группу Девятка ТВ Кира Вконтакте и в раздел сообщений присылайте ответы на вопросы, которые мы задаем. За что же вы боретесь сегодня огласит бесподобное, ненаглядное, обворожительное, богоподобное. Я уже говорил, да, по второму кругу, ничего страшного, это жена, поэтому она готовила слушать от меня комплименты хоть по второму кругу. С большим удовольствием я сделаю это, и сегодня мы решили не просто вас накормить, а организовать для вас досуг, скажем так. Поэтому сегодня за первое место мы вам подарим два сертификата номиналом 500 рублей в одной из прекрасных заведений нашего города Чейхана 84-46. Можете сходить туда один или два раза, это уже вы решаете сами. За второе место мы подарим сертификат номиналом 500 рублей в бар Трифон. Туда вы тоже можете отправиться, но уже, правда, наверное, не всей семьей, а лучше устроить там какой-нибудь романтик, учитывая специфику данного заведения. Ну, а за третье место мы вручим вам билет, билет на двоих, или, как сейчас модно говорить, плюс один в кафе Зоки, это Кота Кафе. Там вы можете не просто отлично провести время, но еще и пообщаться с большим количеством кошек, они там все такие милые, они там все такие воспитанные, они там живут, а вы можете прийти к ним в гости. Поэтому вот сюда прекрасно отправиться будет с вашим ребенком, я думаю, что он точно оценит такое времяпрепровождение. Ну что, оценили сегодня уровень наших подарков. Подарки у нас сегодня превосходные, за них стоит побороться, и давайте начнем прямо сейчас. Раунд номер один, раунд разминка прямо сейчас. Разминка. Раунд разминка. Самый простой и легкий раунд. Состоит он из четырех вопросов. У каждого будет по четыре варианта ответа. И 30 секунд для того, чтобы подумать и написать ваши ответы к нам в группу Девятка ТВ Кира ВКонтакте в раздел сообщения. Мы желаем вам удачи традиционно и начинаем. Первый вопрос первого раунда. Как раньше назывался поселок Савинова в рекламе «Карамели»? Горькое, кислое, горьковское или сладкое? 30 секунд. Время есть. Мы ждем от вас ответы. И тишина. И все. И тишина, да? Если бы каждая рекламная пауза тогда так заканчивала. Тишиной или хотя бы временем наподумать. Я просто подумала. Подумала. Вспомнила. И не хочу подсказывать нашим телезрителям. Ты молодец. Давайте тогда подскажем, откуда же вам взять дополнительное 0,5 балла. Для этого не в раздел сообщения уже, а под постом, который вышел вот буквально несколько минут назад, вы должны писать не только приветы и поздравления, но и скидывать фотографии того, как вы играете в семейный квиз. Нам приятно, во-первых, смотреть то, как вы всей семьей борете за подарки, а во-вторых, это принесет вам дополнительное 0,5 балла. Это все правильно. Удержались мы от подсказки, да? Да. Особенно в первом-то раунде. Она была очень вам нужна. Вопрос номер два нашей разминки. Что хакеры называют пагой? Веб-страницу? Злого отца? Погоду? Или игру? 30 секунд пошли. Кстати, самое-самое продуманное. Уже сразу фотографии свои выслали. Все сразу же себе заработали 0,5 балла. Чтобы ничего не отвлекало от игры. Да, даже до того, как, в принципе, начали еще отвечать на вопросы. Но мы сегодня в прямом эфире, и мы готовы передавать ваши приветы, поздравления. Может быть, у сегодня у кого-то какие-то праздники, дни рождения, годовщины. Может быть, кто-то хочет признаться в любви кому-то и сделать это на всю Кировскую область. А мы вам с большим удовольствием в этом деле поможем. Или, может быть, кто-то устал от праздников и хочет пожаловаться на то, что их так много. Вряд ли, конечно, но вдруг. Так хочется поработать больше рабочих дней. Ну, например. А у нас, например, третий вопрос разминки. Вопрос номер три. Какому зверьку посвящена одна из песен Бетховена? Барсук, суслик, сурок или белка? Тридцать секунд пошли. Вот будь ты Бетховеном, не собакой. Будь ты Бетховеном. Какому бы зверю ты бы посвятила песню? Я вообще не настолько романтично настроена к зверям. Мне больше люди как-то нравятся. Ну, с людьми... Хорошо, второй человек, которому ты бы посвятила песню. Ну, первый-то, понятно, я. Ну, второй, естественно, Рома. Нет, тогда первый Рома, получается. Второй я. Нет. Первый ты. Ну, даже в списке у меня он все-таки был бы... Серьезно? Конечно, опередил на полножечки. Вот такой малюсенькой. Грустно. Ну, ладно. Ну, что делать? Давайте переходить к четвертому вопросу. Вопрос четыре нашей разминки. Как сейчас называется остров, который раньше назывался Цейлон? Крит, Исландия, Мадагаскар или Шри-Ланка? 30 секунд. А у нас первый привет. Так. Оксана Усова передает привет своему мужу Сергею и пишет о том, что она его любит. Сергей? Очень романтично. Мы вас тоже любим. Сергей, ждем вашу ответочку. Привет Оксане и такое встречное «люблю». Цейлон. Да что ты? Я про любовь, а ты про еду. Это же чай со слоном. Ну, это любовь, как бы. Любовь у тебя, любовь к еде и напиткам? У граждан Советского Союза вот одна любовь-то была. Цейлон, да? Чай со слоном. Чай. Цейлонский чай. Индийский. Чай. Тебе же не нравилась эта песня. Она мне и сейчас не нравится. Кто тебе сказал, что я пою обычно песни, которые мне нравятся? Я думаю, зрители убедились, что не всегда так получается. Приходится петь песни, которые нравятся самим исполнителям. Ну, а мы перейдем к ответам раунда разминка. По порядку. Итак, горькое было село в одноименной рекламе. Вопрос номер два. И правильный ответ. Веб-страницу называют Пагой. Знаешь, почему Пагой? Нет. Потому что пэйдж по-английски это страница. Вот, как бы, хакеры. Они с английским произношением не так дружат, как Максим Кропотов и Юля Руш. Поэтому называют Пагой. Вот такая история. Вопрос номер три. И правильный ответ. Сурок. Сурку посвятил Бетховен сонату, песню, произведение. Ирина посвятила бы мне. Да, конечно. Вопрос номер четыре. Шри-Ланка, да, назывался Цейлон. Если вы не знали, теперь вы знаете, откуда самый вкусный чай. Индийский чай. Это был бы переходом идеальным к музыкальному раунду. Но нет. Нам пора переходить к раунду «Где логика?». Раунд «Где логика?» Это раунд, в котором мы с помощью фотографий, картинок, изображений загадываем что-то. Строчку из песни, название произведения, крылатую фразу или, может быть, что-нибудь еще. У вас будет по 45 секунд для того, чтобы отгадать генену логику, которая как раз-таки связывает все картинки в одно единое целое. И я, как обычно, желаю вам удачи. Бороться можно со многим, да? Да. Например, с похудением. Не с похудением, с ожирением. Можно бороться с выпадением волос, а можно бороться с логикой гены Никулина. И вот у вас такая возможность есть регулярно по четвергам. Давайте приступим к этой жестокой, кровопролитной борьбе. Давайте. Первый вопрос. Раунда «Где логика?» Фраза из мультфильма загадана здесь. 30 секунд было бы достаточно, но 45 секунд мы вам предоставляем. Вот мне интересно. Многие родители передают свои знания и умения детям. Вот ты будешь Рому учить? Раунду «Где логика?» Составлять до раунда «Где логика?» Мне кажется, у него и так уже прекрасно получается. Но тут же есть у тебя все равно свои определенные фишки, как ты подбираешь картинки, как ты загадываешь вот эти слова необычно. Ну то есть тут же чувствуется твой фирменный стиль. И это однозначно подмечают все наши телезрители, которые играют в игру. И даже наши коллеги из программы «Разбудильник», в которой мы периодически ходим и играем с ними. Которые жалуются больше всех, мне кажется, на эту фирмену. На самом деле, в последнее время ребята играют просто великолепно и зарабатывают очень большое количество баллов. То есть поборолись бы они за призы с нашими телезрителями. Но не могут. Но не могут. К вопросу номер два. Пословицу «Разгадайте-ка, пожалуйста, глядя на эти картинки». 45 секунд. Так-так-так. 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 Я задумалась. Ты задумалась? Конечно. Что тут думать? Тут все понятно. В этот раз, кстати, раунд «Где логика» очень несложный, на мой взгляд. Хотя, на мой взгляд, он несложный всегда. Он всегда несложный. Нет, был один раз прям по жести, мы пробежались. Один разочек. А я хочу напомнить, что писать правильные ваши ответы нужно в сообщения нашей группы. Я просто вижу сейчас параллельно, что некоторые все-таки пишут по трансляции. Вы, конечно, можете так делать, но, к сожалению, мы не будем учитывать эти ваши ответы и присвоивать баллы мы не сможем. Вот опять же вопрос на обсуждение. Почему-то некоторые телезрители и пишут, причем регулярно, о том, что смотрят, играют на бумажке, но ответы почему-то не присылают. Ребята, не бойтесь ничего. Пытайтесь разгадать эти нелегкие, но и несложные, на первый взгляд, вопросы. Боритесь также за призы, хотя мы очень рады, что вам даже просто так нравится смотреть нашу программу. А самое главное, никто ведь не узнает, что именно вы отвечаете. Вы отвечаете правильно, вы там сформулировали, а может быть, кто-то какую-то очень интересную и порой даже смешную версию предлагает. Кстати, веселые версии мы читаем, по-моему, даже иногда. Вопрос номер три нашего раунда, где логика, и здесь загадана фраза из фильма. 45 секунд. Пошли. Мне кажется, ты уже скоро фильмы начнешь смотреть не для того, чтобы досуг свой занимать и время коротать, а для того, чтобы там фразочки вылавливать крылатые. Да, причем я эти фразы не крылатыми считаю, а я узнаю их программами. То есть, о, 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 программа вышла в марте 2021 года. А, да, да, да. То есть, наоборот, в себе, да, происходит? Да, у меня профдеформация своеобразная была. Но я вижу тут мужчину в такой, в шубе. Как, ты не помнишь этого мужчину? Он мне, знаешь, о чем напомнил? О том, что сезон охоты открыт. И сезон охоты открыт еще и на телеканале Девятка ТВ. Кстати, совсем скоро, уже 15 мая, будет финальный розыгрыш охоты, поэтому поторопитесь. У вас есть возможность еще несколько дней поучаствовать в ежедневных розыгрышах и выиграть подарки, а также набрать себе достаточное количество номерочков, чтобы 15 мая у вас было больше шансов выиграть главный приз нашего розыгрыша, интерактивную колонку. Это да, это мощно, я считаю. Мы перестали подсказывать вам в раунде, где логика, ну, потому что вы и так справляетесь. Ну, потому что ты сказал, что он сегодня достаточно легкий, а я не могу спорить с мужем. Вопрос номер 4, последний вопросик, строчка из песни. 45 секунд пошли. Ну, вот здесь вообще легкотня. Да? Вот, ну, прям легкотня. Плакала-плакала. Плакала-плакала? Причем здесь плакала-то? Кисло, может быть? Кисло я, кислый корабль, везет меня. Похож на обман. Кислый корабль похож на обман. Это была же такая песня. Конечно, кислый корабль похож на обман. Ну, знаешь, мы иногда в раунде музыкальной с тобой такие песни слышим. Владимира Песнирова. Что я, в принципе, не удивлюсь, даже если есть песня про кислый корабль. Ну, ты же ведь понимаешь. Я прекрасно все понимаю. Я не могу дождаться, когда этот раунд, на самом деле, начнется уже наконец-то. На той неделе, между прочим, наши зрители... Ты мне ответь, узнала ли ты вот эту женщину, которая на фотографии сидит? Подожди, на прошлой неделе у нас зрители очень сильно расстраивались, что правильным ответом было про Леди Бой, а не про Уху. Потому что многие посчитали, что вариант про Уху – это просто гениально. И нужно перепеть эту песню. Именно с таким продолжением. Это свяжитесь с авторами. А за то, что про Уху был такой вариант, за это можете поблагодарить меня. Это было очень здорово. Ну, а мы переходим к правильным ответам раунда «Где логика?» И давайте напомним, на какие картинки мы с вами смотрели и что пытались разгадать. По порядку. Итак, я еще на машинке умею... Все? Все понятно, предельно. Вопрос номер два. Вопрос номер два. Дареному коню в зубы не смотрят, как мы и говорили. Легкотня просто, да? На изи. Объясни, почему конь. Конь, потому что болельщик ЦСКА. А ЦСКА – это у нас команда что? Коней. Хорошо. Все понятно. Все принято. И даже стоматологи, которые в зубы не смотрят здесь представлены, очень сложно было найти, но тем не менее мы постарались. Вопрос номер три. Вопрос номер три. Утром хозяин Клея придет. Помнишь эту фразу? Нет. Не помнишь? Нет. Я сейчас попытаюсь помнить. Нет. Да, ладно. Давайте дальше. Миллион алых роз. Тут я даже петь не буду, потому что мне вариант с кислым кораблем больше нравится. Кислый корабль, похож на обман. Я пыталась, кстати, вот сейчас загуглить, откуда эта фраза, и не успела. Вот так вот. А, я вспомнил. Это из бумера. Это из бумера. Да, классная фраза. Ну, может быть, она не такая супер популярная, как некоторые, но кто знает, тот знает. Кто помнит, тот помнит. Я максимально логична. Кто выжил, тот молодец. Как мой муж. Ну, а нам пора перейти к раунду номер три, раунду музыкальный. Раунд музыкальный. Четыре музыкальные композиции будут загаданы разными способами. Вам нужно будет внимательно послушать и разгадать их. За каждый правильный ответ вы получите по одному баллу, ну, а по времени у вас будет ограничение в 30 секунд. Давайте попробуем нашу музыкальную подборку, наш плейлист, наш топ-чат на сегодняшний четверг. Предложим вам послушать. Первая песня, которую вам предстоит разгадать, это песня «Наоборот». Слушаем. Агрессивная какая она получилась. 30 секунд у вас есть. Да-то ты очень ритмично под нее танцевал. Ну, я танцевал в обратном просто направлении. Да? То есть, если мой танец прокрутить наоборот, будет понятно, под что я танцевал. Надо попробовать так когда-нибудь будет сделать. Это же полное, ну, эффект полного погружения просто в музыкальную. Мы же периодически, ну, как периодически, раз в неделю, а наша прекрасная СМС-специалист делает нарезку самых удачных моментов с предыдущей игры. Вот если ты с ней договоришься, она может тебе сделать как раз-таки танец наоборот на следующей неделе. Посмотришь, как это было. Интересное предложение. Пожалуй, откажусь. Вопрос номер два. Давайте перейдем к нему. И здесь мы с вами услышим кавер на известную песню. Поехали. 30 секунд. Ты очень сегодня, по-моему, агрессивен. Ну, это гроулинг. Ну, что сделаешь? Причем от оригинала никак не отличается. Вот в этом случае, если оригиналу добавить несколько металлического звука, ну, если вы... Это в смысле так вот по кастрюле так... Нет, не по кастрюле, там, ну, выкрутить пару тумблеров и добавить немножко жесткости оригиналу. Вот то же самое получится. Мне кажется, так песня и появилась вот эта вот. То есть ты решил, в принципе, упростить раунд с каверами, правильно? Не задавай мне таких вопросов. Ну, я тебе больше скажу, не так много тех, кто отгадал. Серьезно? Серьезно? Ну, мы услышим правильный ответ, и вы поймете, что надо бы эту песню все-таки переслушать. Но в месте, где обитает герой этой песни, я бы, на самом деле, кавер не стал ставить, потому что это было бы очень страшно. Да? Не поняла намека. Не слушайте его. Переходим к следующему вопросу. Там мы загадали песню в смайлах Эмодзи. 30 секунд пошли. Ты их по смайлике подбираешь по цвету. Они, по-моему, очень подходят нашему новому оформлению. Да? Да. Видимо, да. Единственное, что меня расстраивает, опять блондинку тут подобрал. Это не блондинка, это то, что было. Выбирал из того, что было. Ну ладно. Тут как-то связано опять мне с Ольгой Бузовой? Да, конечно, Ольга Бузова. Не входите. Ольга Бузова не проходит. Не проходит. Не проходит. А в раунд... Между двумя мужчинами Ольга Бузова не проходит. Музыкальный раунд игре 7 на 9. Да, 7 на 9. Ну и финалочка, апогей, вишенка на торте в буквальном смысле нашего музыкального раунда. Это песня, которую нужно продолжить. Соберитесь, пожалуйста, и послушайте вместе с нами. Если хотите, я съем всю кашу. Если хотите, заправлю постель. Буду примерным, послушным даже. Вот. И давайте послушаем варианты продолжения этой великой песни. Не выгоняйте из квартиры своей. За самостоятельность мне ты налей. Только мультфильмы включите скорее. В 30 от мамы не съеду своей. 30 секунд у вас есть, чтобы ответить на этот вопрос. Вообще, я считаю, что детские песни петь голосом взрослых мужчин, это как-то нелогично, что ли. Ну, может быть, он напевает, ну, как колыбельную такую ребенку. Ну, вот, самое логичное для меня, например, было, вот, вот, с таким голосом в 30 от мамы не съеду своей. Логично. Если хотите, я съем всю кашу. Вот я такой с бородой уже, знаешь, с животом стою. Такой, не хочу съезжать от мамы. Не хочу съезжать от мамы. А я посмотрела наш пост. Там пока нет приветов и поздравлений. Есть только наши с тобой фотографии в разных ракурсах. Вот. Поэтому напоминай, если вдруг кто-то хочет кого-то с чем-то сегодня поздравить, то воспользуйтесь такой возможностью. А также не забывайте, что фотографии нужны вас. Вас, вас фотографии нужны. Того, как вы классно проводите время. Ну, а мы перейдем к любимой части любого телезрителя. Послушаем правильные ответы музыкального раунда. Первая была песня «Наоборот». И это «Районы, кварталы, жилые массивы». Да-да-да, похожий, похожий. Надо сравнить все-таки. Надо сравнить. Не делайте это в домашних условиях. Это выполнено профессионалами. Что еще можно сказать? Вопрос номер два. И кавер на песню с оригинальной... С тюмой местом по имени Жанна. Обожаема ты и желанна. Ангел мой неземной. Ты повсюду со мной. Всю огня с тобой имени Жанна. Его гипер какая-то. Когда мужчина так агрессивно поет «Ангел мой неземной», это опасно. Я тебе о чем и говорю, что нельзя вот кавер этой песни включать в месте работы главного героя этой песни. Да, хорошо. Ну, то есть представь в самолете. Стярдесса! Ангел мой неземной. Паника стопроцентная и без разницы. У всех. Вошла у тебя ручная кладь на полочку или нет. Вопрос номер три. Здесь мы загадали, ну, самую, пожалуй, любимую песню всех веселых женщин. Вот так же. Женщина, не танцую. Женщина, не танцую. Хватит убираться. Улыбаться. Убираться. Убираться. Эту песню пою обычно, когда в подъезде застаю уборщицу. А почему ты мне такого не говоришь? Из-за которой я не могу в лифт попасть. Ну, ладно. Хватит убираться в небо, в лифт попасть. Так вот я. Ну, особенно, когда очень домой хочется. Вопрос номер четыре. И здесь давайте послушаем оригинал. Нет, я считаю, нужно запретить мужчинам с таким голосом петь детские песни. Ну, серьезно. Это как-то... Это странно. А вот у этой песни, между прочим, 15 тысяч на ютубе прослушивали. То есть есть еще и клип? Ну, клип-то там мультяшный какой-то. Ну, ладно. Ну, то есть он запарился. Ну, посмотри. Нужно послушать эту песню полностью. Не надо. Не надо. Не делай этого. Не делай этого. Ну, ладно. Ну, а нам пора перейти к последнему раунду нашей игры. Раунду 100 к 1. Раунд 100 к 1. Раунд 100 к 1. Раунд, в котором нет правильных ответов. А есть только самое популярное, по вашему мнению. Сейчас мы зададим четыре вопроса. Вам нужно будет вашей команде посовещаться и подобрать наиболее подходящий ответ к этому вопросу. Пишите его к нам в комментарии. Мы их все соберем, составим рейтинг. И наиболее популярным ответом присвоим 3, 2 или 1 балл соответственно. Звучит достаточно сложно, но все очень легко и просто. Это такой определенный соцопрос. Еще один любимый момент наших телезрителей, когда мы публикуем правильные ответы, потому что очень всем интересно, что же за лидеры этого рейтинга были среди участников. Давайте к первому вопросу, к первой теме обсуждения. Чем заняться дома, если отключили электричество? 30 секунд. Очень, кстати, мне кажется, интересный вопрос. Есть о чем подумать. Очень интересный вопрос для жителей определенных районов нашего города. Ну, наверное, этот вопрос был бы еще более актуальным зимой. Ну, то есть, если, допустим, вечером темным отключают электричество... Вечером темным, сидишь одна... Успокойся. То тогда меньше вариантов, чем заняться. В принципе, если это происходит летом, то светло, и вариантов дел намного больше. Ну, тут не указано время суток, поэтому... Ну, да. Спать? Если с утра, идите на работу. Чего дома? Чего вам делать дома? Если вечером, то ложитесь спать. Все логично. Вопрос номер два. Что обязательно нужно посадить на даче? В сорок пять... Нет, у каких-то... Тридцать секунд? Тридцать секунд. Дачный вопрос. Очень актуальный вопрос. Очень актуальный. Что точно не нужно садить на даче, это здоровье. Подсаживать здоровье. Вот это шутка. А это не шутка, это жизнь. Это прям классная шутка. Я просто как бы тоже в майские праздники на дачу ездила. Я как бы это... Мы. После нашей свадьбы нет слова «я», есть слово «мы». И в случае с дачной вот этой подсаживанием здоровья... Ладно, хорошо. Ты тоже там был. Это один из негативных эффектов семейной жизни. Вопрос номер три. Что из мебели нужно в первую очередь купить в новую квартиру? Тридцать секунд. Ох, какой вопрос. Да, интересный вопросик. Что последнее ты бы купила в новую квартиру? Самое последнее. Самое последнее. Полку. Точно, точно. В спальню. Вот видишь, как ты угадала. До сих пор не куплена. Нет, точнее как. Куплена, не установлена. Лежит, да. На полу. На полу. А должна? Должна где-то в другом месте. Даже в другой комнате. И это верно. Жизненно. Ну, в свое оправдание скажу, что я просил тебя ее покрасить. К вопросу номер четыре. Какой самый популярный семейный фильм? Тридцать секунд. Наверное, про полки. Про полки? Нет. Я, наверное, уже начну рассказывать. Обязательно. Что? А вот вы сейчас ответите на последний вопрос. И будете находиться в ожидании результатов нашей игры. А их мы совсем скоро опубликуем в нашей группе Девятка Текера ВКонтакте. Где мы объявим победителей нашей игры. Первое, второе, третье место. А также расскажем вам, какие же были наиболее популярные ответы раунда 100 к одному. Заглядывайте к нам в группу сегодня чуть позже. Правда, это интересная информация. Ну, а за что же сегодня вы боролись? Вот такая вот стопка классных подарков ждет сегодня счастливчиков нашей игры. Два сертификата номиналами по 500 рублей в Чайхана. Классное кафе, ресторан, куда можно сходить всей семьей. Номинал, сертификат номиналом 500 рублей в бар Трифон, куда вы тоже можете сходить. Ну, рекомендую устроить там некий романтик. Ну, а куда же сходить с ребенком? Сходите в кота-кафе Зоки. Тем более, если получите билетик плюс один на вот это вот свидание с кошками. Мы надеемся, что вам было приятно вот в эти праздники майские еще один небольшой праздник устроить вместе с семьей Никулиных. Спасибо вам огромное. Мы вас любим и прощаемся. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»